всем большой привет всех очень очень рад видеть всем дарю позитивчик всем большой привет с вами рай и вы попали в хижину музыканта сегодня как раз таки будем позитивить немножечко рассмотрим второй регги бой то есть на английском это будет звучать типа смуф регги бит ну типа что-то мягкое ну как сказать более лайтовый регги бой мы смотрели на том уроке такой мощный жесткий регги бит а сегодня рассмотрим мягкий регги бит и он применяется если тот применялся в таких более менее не очень быстро произведениях то light beat может применяться даже скоростных произведениях но в то же время играется в медленных песнях тоже почему он называется мягким об этом мы сейчас тоже поговорим а звучит он так в медленных песнях Ну, примерно вот так, можно балдеть сколько угодно Но его рассмотрим, давайте Это как раз-таки моя новая песня Аккорды тут А при помощи барэберу Аккорд F-T-E-S-минор Аккорд B-M-C-минор в чистом виде И аккорд E-е, ну, просто я вот здесь беру При помощи C-формы барэ Или вот так можно без мизинца То есть вот он Перемещаю через два лада Точнее, через один лад Правее по грифу Получается аккорд Так, это у нас До-диез-минор Ну, мы убираем мизинец Он уже будет что-то гибридное Е-до-диез-минор Между этими двумя аккордами Если поставить мизинец на седьмой лад Пятой струны, получится аккорд E как раз-таки Как я играю? Очень просто Дергаю бас Потом три нижние И расслабляю руку сразу Хлопок делаю Опять дергаю То есть нажимаю левой рукой И опять расслабляю В этом весь секрет, ребята Здесь очень коротко и точно должен звучать аккорд На вторую долю он идет Между прочим, в регге на вторую долю идет бит Не бит, а пульсация На слабую долю И все, в принципе, бой вот таким образом и выглядит Бас Три нижние Хлопок Три нижние Три нижние Хлопок Три нижние Заметили? Там небольшая пауза была Вот его нужно обязательно Соблюсти Бас Три нижние Хлопок Три нижние Три нижние Хлопок Три нижние То есть сначала бьете ногой Потом три нижние Опять ногой Три нижние Чередуйте Нога будет бить первую долю Вот и все Просто я иногда еще вставляю такие фишки Открываю струну Потом зажимаю хамером сверху с пальцем И до четвертой струны спускаясь Открытая На шестом Ай, на пятом ладу Потом пятая и четвертая струна И ф диаз минор Просто можете перебирать басы БМ Потом бас раньше времени дергаю И скольжу И все Этот бой можно даже сказать Не как регги А больше ска Но если в таком медленном темпе играть Это бой регги Смуфли Смуф Мягкий такой Лайтовый А если играть в быстром темпе Это уже будет ска Ска Это также разновидность Жанра регги Просто он идет в быстром темпе Как раз в песне Будинлик в этом стиле так и написано Крида Мы дергаем бас Три нижние Расслабляем пальцы Хлопок Снова три нижние И так чередуем Б-аккорд Б-аккорд Аккорд 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 Е В принципе Вот такие вот фишечки В ска еще применяются для разнообразия Ребята Простые удары вверх Когда очень-очень быстрый темп Невозможно успеть Проиграть бас Хлопок Прям как в фингерстайл В стиле Но Есть простые удары вниз На вторую долю Вот это самая-самая основа всего боя Хотя я должен был его показать уже на том уроке Главное вам научиться чувствовать вторую долю То есть Первый ударяете ногой А на вторую дергаете Пальцем вверх Или Вот ногтем большого пальца вверх И в темпе он получится так То есть Первая это нога удар А вторая доля это гидар Классно звучит Согласитесь Просто на вторую долю И сразу расслабляем пальцы Пусть так прозвучал Этот же ритм можно использовать в медленном темпе При условии что кто-то играет еще там на басу Всякие Ну мелодии И ударная установка при этом звучит Вот такие вот ребята бои мы сегодня с вами рассмотрели А более подробно рассмотрели бой регги С разными фишечками Я вас благодарю за просмотр Призываю подписаться на мой музыкальный блог На хижину музыканта Вступайте в ряды настоящих музыкантов Ребята Там вы найдете очень много каверов Уроков по игре на гитаре На губной гармонике И так же скоро по баяну будут Много-много Полезностей Фишек И секретов Я вас там жду До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok